Приветствую Легенд Апекс, с вами Сумрак и сегодня мы смотрим трейлер нового 9 сезона Наследие геймплейный трейлер, аж на целых 6 минут, нам наверное покажут просто ну вообще все, даже по-моему на следующий сезон В общем, давайте поехали прям сходу Я еще не смотрел Громко, громко немного Так, это карта Постоянный режим арены Три на три Новые карты Ну, это в группе я писал Про три карты новые Ну карты большие, для три на три мне кажется даже реально большие О, пактейн Опять Правда Ну да ладно Старый Рейк Рампарт Ну, это такое Во, можно выбирать ганы Скиллы 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 Гранаты Забавки Потом с субсидерами включим Сейчас в оригинале О, ну это как в Titanfall, да, апгрейд системы Круто Круто Классно То есть можно отдельные ганы тренить, прям вот Не загружаясь, не ищая их В королевской битве На рейфе, на актейн и легендарные Скины опять Как-то будто седьмой сезон Если команды борются к дедлоку 4-4 тая, рейфе 9 это моя любимая часть Суперная смерть Дотяните немного амп-ковер Я открываю Скиллы 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 больше, чем несколько Каждый арена имеет свою личность и действует как оптимальный комбат-тестинг-граунд Батареи титанов, кстати, по-моему Но это не совсем батареи, это большие хилки, точнее Кстати, еще валик не показали вообще И новый год Сейчас мы на обзор арены Скиллы А вот это валик Это Мелстар стрелял как-то странно, как будто новый модуль Нифига, ну Нормальный радиус Нормальный Нормальный Разные боеприпасы Разные режимы стрельбы Блин, ну это круто, это как пройдите О, на преданность скин, блин, классный А это, это же этот Реактивный Это, по-моему, был реактивный скин на преданность, а не на Элстар Лучше даже на преданность, чем Элстар Потому что сливы были про Элстар О, уже показывают изменения Олимпа Да, все заросло нафиг И все Это все, что показали За 6 минут Один кадр Олимпа Серьезно Так, 4 мая будет Так, давайте Давайте пересмотрим Тут смотреть много чего Так, тут ничего Вот эта карта мне больше всех даже нравится Как-то, не знаю Зимняя такая Полу Край света Тут немножко от Олимпа Локации Вот, портал Новый постоянный мод Арены 3 на 3 Это я уже сказал Это уже все сказали Кастом Тейлоред Мапс Ну, вот Тейлоред Я не помню, что значит Это Сентинел Да, в скине И Олимп Тоже классно выглядит А Каньон Там старые локации Просто, встали Вот зачем Показывают нам Этот, край света На нем Я слышал Какие-то минимальные Изменения будут На Олимпе Тоже ничего не видно Каньон Тут видим Кстати, в ночное время Будет На этой карте Ну, это было видно Но сейчас я убедился Что именно ночь А интересно Вот на Олимпе Будет такое же изменение Карты Или это именно отдельно Потому что Ну, выглядит классно Вообще Ну, хотя это ночью Еще Может, утром Не так будет Ну, это уже Все понятно Это вообще В шестом сезоне В седьмом Еще показывали То, что На этой локации Будет Новый режим Три на три Вот это Вот классно выглядит Не знаю Лес такой Все зелено Еще снег Мне нравится И вот, кстати Батареи внизу Вот этих Титанов Только они большие Типа есть маленькие Которые прям вставляются Это именно Как хилки были В одиночной игре Я проходил когда-то И там такие были Но там будет стоп-кадр Еще где Лучше видно Про пейс-кипер Я ничего не могу сказать Говорят, что Вместо Трипл-тейка Должен Вот скид На октейна Вместо Трипл-тейка Должен Типа Тут не ясно Типа Изменят Не изменят Тут прицел Менять можно Чок не отключен Хотя его Может тоже отключить То есть Непонятно Еще про пейс-кипер До конца Но после Вместо Трипл-тейка Его То есть Будет В айрдропе Крабер Трипл-тейка Ищейка Ну на октейна Такой Кошечка Скин Приматч Перед матчем То что А я блин Обещал русские Субтитры Забыл Сейчас Здесь они есть Есть Типа Много будет Объясняться Про Подготовку Перед Матчем И Поэтому Надо почитать Будет Трейлер Долгий Боюсь Видос Будет Долгий Тоже Постараюсь Пооперативнее Чемпион Участвует В игре Хапекс Именно На аренах Вместо Вместо Вы Слушайте Аренас Это Мои Геймс Они Не Про Фим Или Спектакл Они Не Почти Арк Стар Может Временно Может Введут Рейтинг Сразу Кстати Отдельный Какой-то Или Совместный Будет работать Как Королевской Битве Но Тогда Не Совсем Будет Правильно Мне кажется Типа Один Взял Предатора На Этой Режиме Другой На Королевской Битве Не знаю Мне кажется Пока Не будет Рейтинга Если Будет То Отдельный Вот Приматч Вот Как Проходит Игра Смотрите Отряд Который Подходит Для Вашей Игры А Можно Лив Соло Будет Запускаться Перед Началом Сражения Отряды Появляются В ответенных М-зонах Получают Доступ К Магазину Так Тут Можно Скилы Покупать Только Вот Допустим На Ревенант Че Покупать То Отдельно Допустим Пассивка Ну Не Особо Полезно Хотя Вот Именно В Приседе Может Кью И Кстати Смотрите Тут По-моему Это Непонятно Это Заматч Вот Тут За матч Или Ты Можешь Купить Хотя Это Тоже Заматч Или Короче Они Будут Восстанавливаться Как Тайтан Фол Допустим Крюк Отдельно Ладно Тут Хилки Это Что Так А Это Видимо Заряд Культы Пикей Вот Можно С пикей Хотя Здесь Поиграть То Вот Это Хорошо Потому Что Можно Будет Играть С Ганами Которые Допустим В Аир Дропе Ты можешь Играть Здесь С Пискипером Вот Это Например Хорошо Если Его Не Добавят Но Блин Уже Год Как Не Добавляют Че-то Странно Поэтому Да Кстати По Нулю Стоит Мозамбик И П20 Я Дешевле Пискипера И Мастифа Кстати 9.9 Самый Дорогой Вольт Так Тут Будут Так Next Аирдроп А Все Так Тут Будут Ган В Аирдроп Но Они Будут Как Обычные Ганы Не Золотые Потому Что Там Патроны Лежали Можете Потрать Материал На покупку Ружья Предметов И Способностей Чель Каждого Раунда Представим Определен Запас Материалов То Есть Там Будут По Раундам И Там Да Собирать Материалы Надо Будет Ну Немножко По Другому Думал Будет Могут Заработать Больше Успехи Наши Или Сберить Для Получения Оборудования В Следующем Матче Вообще Следующем Или В этом Же Не Переходят Из Раунда А Куплен Предмет Не Переходят Из Раунда В Раунд То Есть Там Будет По Раундам Ты Покупаешь 9 9 На Еще У тебя Его Нет А Если Ты Нифига Не Заработал То Как Брат Все Обойдешься Будешь Играть В 20 Типа Такого В Тайтан Фолле Как Было Ты Просто Перед Матчем Выбираешь Ган Выбираешь Модули Все Играешь Можешь Во время Матча Изменить Это И поменять Ган Все Хаешки Можешь Поменять Способности По Мому Тоже Можно Титана Заново Там Без Раундов По крайней Мере В режиме По моему Истребление Я не помню В общем Там были Разные Режимы И там Был Я думал Будет Как Обычный Дезмач Без Раундов Как Командный Бой Просто Т.е. 3 на 3 Играют С выбранными Ганами Они их Прокачивают Именно Играя В процесс То есть В Тайтан Фолле Ты играл И со Временем Ты мог Ставить Дополнительные Там скины Тоже И Там Тебе Не внутри Матча Надо было Ган Апгрейдить А именно Вне Матча Ну Апгрейдить Ну Хотя нет Там были Апгрейдные Нормальные Не такие Как в Апексе Но похоже Вот Я думал Будет Именно так А тут По раундам Ну Не совсем Такая Концепция Мне Зайдет Но Посмотрим Может Только больше Зайдет Можно Трать На улучшение Оружия Но Это Да Щиты Опускаются И начинается Беселье Какая Валорантия Кстати К одной Струнести Ребят Полностью А поднимать Можно Наверное Да А да Можно Реанимировать Короче Королевская Битва Только У тебя Уже Есть Ганы И Тут По раундам Все Я думал Прям Вообще Прям Совсем Все Ну Ладно Может Я такой Так Что там Точек Возрождения Нет Кстати Контейнер В контейнерах Расходники То есть От раунда Раунда Растет Мощь оружия То есть Будет ли Пески Ну я Так вот Думаю То есть Если Допустим Я хочу Крабер Я его Не смогу Купить Да То есть Либо Я его Не смогу Купить И он Будет В аирдропе Либо Смогу Но он Будет Дорогой Просто И он Все равно Будет В аирдропе То есть Параллельно То есть Не как В обычном Режиме Не ясно Так Так Что же Что же Риск Ну Это Ничего Непонятно Что Это Значит Команда Одержавшая Три победы С отрывом В две Блин Долго Будет Ити Походу Матч Будет Объявлен Победителем Достигнут Ничей Со счетом 4-4 Значит Самоинтересный Девятый Раунд Я не понял Что В этом Раунде Такого Вот Непонятно Что Будет В этом Режиме Если Нокая Что Он Умирает Сразу Что То Такое Или Кто Умрет Внезапно Вот Я думал Так Может Он Будет Работать Кстати 87 Саунд Какие-то Колонки Вот Вот эти Батарейки Торчат Ну Вроде бы Это имена Титанов Очень Похожи На них Я Текстуру Не помню Может Прикреплю Как Она Выглядела Возаприход Олимпий Был Не Первым Хоророс Протоп Дела С И тогда, конечно, сэр, я говорю мне ему Кома был просто другой господь, который превратил вчера новостью, до того, чтобы неизвестный рейт, который дал ему новый ландмарк Возьмите С моей ассистентом, город был разрушен с новым монументом к инкомпетентам Короче, какой-то город это был Ну, тут рассказывают историю карты Просто Ммм, вот, кстати Походу, не три карты, потому что она говорит про другие Про край света там Еще я превратил ваши любимые места в внешних землях То есть она показывает Олимп здесь, но это было Вот этого не было В арене, то есть, походу, тут тоже будут доступна игра И, кстати, это край света третьего сезона А, нет Это четвертого, ну или шестого, но небо чистое То есть, когда стоит Харвестер, вообще-то там Чернеет небо, и из-за этого меняется освещение на вечернее Как они это объяснят? Немножко не похоже Но, если вернут освещение и будет это в аренах То, ну, клево Будет круто Вот, как-то странно стреляет этот Эл-стар По заряду Вот этого можно увернуться вполне Кстати Ну, это режим арен, видимо Показывается, потому что Небо Со звездами Вот такой рейндж 12 ракет Выпускается Ну, выглядит прикольно Как у Нордстара, короче Так Прям вообще, точь-точь, как у Нордстара выглядит Отская пламя называется Густинка То есть, она подключает таким Ага, она типа заряжает их двигатели Которые при падении Земли нет, подглядывайте наверх Блин, как, как, как Потому что она переносит сражение А, в небесца Если У меня были некоторые надежды Что Вальк станет второй Харази Мне казалось, что она будет прям имба Но пока что я смотрю И вот она в полете Не может стрелять Она может только кьюшку прожимать Которая, по-моему, вообще даже урона не носит Она оглушает Ну, не знаю точно сейчас Непонятно Может, сейчас уже показали Какие будут способности Будет ли наносить урон Но Типа, ты просто поднимаешься По сути Кьюшкой стреляешь И все Ты больше ничего не можешь Может, там два заряда у кьюшки, конечно Как у Ревенанта Но Если бы можно было оружие И без разброса То это почти как Харазин И Тогда бы я бы прям Может, пересел на Вальк Но пока еще не ясно Тоже Я думал, мне будет стреллером Понятно Пока нет То есть Ульта, по сути Как я и думал Вроде Ты просто можешь Как на шарике улететь С боя Срочно там И все То есть Просто поменять локацию Ты не можешь ничего в воздухе делать Пассивка Это вот полет И, по-моему, видение ХП И Вот это вот кьюшка Непонятно пока что Не знаю Если нельзя стрелять в полете Тогда, ну Нет Я тогда на Харазин Может остаться Ну попробую, конечно, поиграю Стрим будет С Восьм Девятым сезоном Обязательно Будем тестить Валькирию Вот лук Мне интересен Тоже очень Требует терпения Меткости И стойкости Усты Две модификации Разрывные Разрывные А, это модификации Я думал Боеприпасы Именно разные будут Я вообще думал Как У тебя будут Стрелы Ты можешь взять Допустим Патроны для дробовика И он будет стрелять Как дробовик То есть Из двух патронов Комбинировать в одни Вот мне так показалось Первый раз Когда я посмотрел Разрывные наконечники Которые превращают оружие В подобии дробовика А, ну Да По-другому Немножко При этом Позавще быстрее Перезаряжать оружие То есть Можно установить По-моему Она говорит То, что можно две Но По факту одну Ну В смысле Заменять их можно А не Вместе Ставить Либо Быстрая стрельба Либо Разрывные Патроны Вроде так Вот Кстати Посмотрим На способность И вот Кстати Преданность Это именно Преданность То, что Ручка Вон Здесь Вот Выглядит Офигенно Кстати Вот Я пока Так смотрю Выглядит Клево Прям Блин Такой бы Скин 301 Подошел бы То, что Мне 301 Не очень нравится ЗБП Второго сезона Там Рога Мешают А вот Тут Прям Такие Я не знаю Треуголь Какие-то Артефакты От него Отрастают Растения Во Да Это Как растения На Олимпе Выглядит Классно Все Таки Ну Это Вроде Реактивный Скин Давайте Еще раз Посмотрим Чтобы я Убедился Тоже Потому что Не Элстар Вот Он Нокнул Загорается Но Это Точно Реактивный Скин Это Не Может Другой Быть Это Казнь Но Сегодня Периметр Безопасности Олимпа Польза Еще Ну Это Тизер Уже Был Всем Постам Убедитесь Так Это Сейчас Давайте Посмотрим Локацию Я Не знаю Где Это А Блин Я Сюда Прыгал Это Короче Ракета Аркадия Синяя Такая Большущая Это В ней Вроде бы Но Похоже На нее Больше Все Потому что Закрытое Пространство Лестница Вот Там Было Лучше Видно Но Да Ладно Это Что-то Другое Это Похоже Немного На Центр На Двигатель Вот Да Это Аркадия Вроде Или Нет Не Или Нет Потому что Дверь Вот Это Она Должна Быть Здесь Вроде Б Тут Дверь И Все Да Тут Или Нет Ну Вроде Но Это Аркадия Да Ну Тут Понятно Но Видите Тут Закрытый Пространство Такое Нигде Его Больше Нет Нет Вот Это Уже У Аркадия Нет Открытых Пространств Сверху По-моему Это То ли Это Вообще Новая Локация То ли Я не могу Узнать Просто Эту Локацию Так Можно Сейчас Зайти Если Смотреть До Сезона Там В некоторых местах Молнии Вихри Черное небо Там Ну Видно Что это Буря Здесь же Ее почти Нигде нет Просто Облака Белые Кстати Оазис А нет Аркадия Не тронута Вон Может Внутрь Только Заросло Ну Вон Аркадия Чистая Оазис Чистый Вот Эта Локация Элизиум Они Не тронуты Тут Вот Микролока С порталом Портал Зарос Вон Там Дальше Вроде Ничего Этот Не тронут А Этот Бонсай Плаза Зарос Ну Сверху Только Внизу Вроде Еще Нет Ага Вот Вот Это Новая Ракета Арлис Ну Там Еще Что-то Спрятано Это Новая Ракета Короче Это Новая Локация Полностью То есть Они Добавили Локацию И сразу Уничтожили Она Будет Между Бонсай Там Пустота Насколько Я помню У Бонсай Плаза Здесь Было Пусто Вообще Тут Вот Тут Нижняя Короче Там Большая Пустота Была Тут Пушка Короче Между Пушкой Или Что-то Другое Вот Но Тут Ее Не Было Это Точно Да Вот Может Видеть Вот Тут Кстати Чуть Чуть Новое Тут Снесли Тут Раньше Было Вообще Конец Карты Вот Здесь Где-то И Тут Его Снесли Вниз И Тут Сделали Пространство И Ракету Это В ней Снято Да Но Я почти Угадал Я почти Угадал То Что Это Как Будто В Аркадии Но Это Другой Ракете Вообще Так Давайте Зайдем На Сайт Вот Представляем Арены Валькирия Зажжен Олимп Больше Ничего Не Написано Нового Посмотрим Что Тут Традюсинг Аринес Давай Почитаем Станный Режим Появится Есть На Русском Именно Без Перевода Посмотрим Да Вроде Есть А Нет Это Переходит На Английский Сайт Хаус Матч Баттериэль В 20 Ряд Больше Фокусированный Бой 3 На 3 Чтобы Сбить Да Кстати Не Будет Третьего Пати Фатсосов Никаких Больше Не Будет Потому Что Будет Два Отряда Быть Последним Выжившим Отрядом Боеприпас Лечебных Принад Тут Пискипер Показан Тут Остальные Маркс Ман Снайпер Кстати То есть Лог Все-таки Будет Снайпер Какой-то Полу Не смогут Разразить Вас Но Будет Готов Снова Сражаться В начале С следующих Раунда давайте просто и матч просто выгодит сопернику 30 of 40 а ну хотя да странно было бы 2031 мочек очень а все понял короче 20 нельзя выиграть но можно выиграть 30 либо 31 тут разрыв 2 очка так вам нужно выигрываться вперед на 2 полных раунда 3-2 или 4-3 ничего не решит вместо этого придется идти 4-2 или 5-3 но это понятно держаться с тех пор пока одной из команд не выйдет вперед на два раунда из того же до 9 раунда 4-4 внезапный режим внезапной смерти так как игра он забирает домой всю славу не описывая что за внезапная смерть у нас была система до 7 раундов для определения победы на аренах но мы продолжали наблюдать много неудач с чертом 4-0 или 0-4 это было ужасно проигравшей стороны вроде как скучно для победителей но не за слишком долго затягивать игры с полным выбросом этот арбуз будет сорвануть играм лет командам вернуться пить тимпоинтс оппонент показывается задан дэс как любой такой интерфейс начале раунда у меня по виджет когда кашу команда находится на сцене 1 раунда до победы красным когда команда противника близко и желтым когда это тайбрейк видимо это ничья подсчитывает качество ставишься раунд в тайбрейк а тайбрейк 3 тайбрейк означает внезапной смерти а кстати а нет или да типа возможно ли киберспорт по этому режиму по моему нет по моему нет типа но слишком простые правила нету какой-то прям цели просто друг друга убить надо и все не знаю не знаю не знаю и сначала подумал что тип ву можем будет не помню я не буду все читать типа ну оборудование можно просто вешать помню трехкратник что погоди все странно показывается фиолетовым а это короче можно можно продать ган вроде как я смотрю сел можно по-моему закупить полные модули непонятно немного можно продать теперь способ используя свои ультимы тактикал ограничить качество применений в каждом раунде но это не говорил как в других режимах перезаряжаться без корня то есть ограниченно на дополнительные заряды абсолютно спорта можно приобрести за материалы при настройке вашего снаряда позволит сделать социально тактическим дайл тюбер между улучшением оружия или дополнительными тактическими зарядами или не использованный сверх мощный тактический заряд принесут в следующий раунд кроме гана кстати управлять ареной матч проходит в как знакомых так и в новых распространяется его найдет несколько бункеров весит врага 75 материалов еще закрывать кольцо начнет закрываться да кольцо будет кстати посылка упадет аирдроп оружие в воздухе партии крашу так это лим центре города врезался в площадь над кораблем фазовый бегун и и и другие области из наших трех карт бр будут включены в ротацию раз в две недели что то с вами по общей сложности 5 карт для арен начали получите артиллерию из каньон кингса термальную станцию скоросвета золотые сады с олимпа вот я про это говорил но две недели по много я бы сделал как в апексе два часа ну может побольше там 12 то боевый пропуск как в режиме батарея так и на аренах испытания теперь будут либо общими и вы спасите для одного из рик так короче бп усложнится чуть-чуть вон что то что арена можно будет играть там квасит определенный будут только в том или ином режиме можете перебрасывать ежедневные испытания и выбирать новые испытания для арены корольевскую бит мы также сделали первый повторный брасок для меня бесплатным короче может задание менять чтобы если не хотите играть допустим арена или корольевскую бит вы можете менять квест вп на другой режим бесплатно в первый ну первый раз в день вот типа там есть система есть то обменять квесты но никто и не пользуется по моему я не пользуюсь промочите ноги в будущем и мы продолжим полет новой функции такие как рейтинговые кстати интересно какие будут награды как в королевской битве или нет то есть по сути апекс теперь может быть если режим будет хороший апекс прям разделиться то есть это уже будет не просто королевской битвы как одна игра и тут же как будто две немного разных игры будет и это наверно даже хорошо ну скорее всего это хорошо да если все будет хорошо а я почему-то думаю что все будет отлично то будет у нас новый режим отличный хороший и интересный в общем друзья вот такой был разбор много чего узнали ну конечно контента просто дофига сам конечно это режимы про валькирию мне пока не совсем ясно но по-моему не такая на имба как я думал как я надеялся даже вот а horizon будут нерфить и это не хорошо типа на ком в итоге мне играть я не знаю в общем посмотрим на стриме 4 мая или 5 как в какое там время выйдет сезон по москве посмотрим с вами был сумрак довольно долгий обзор но трейлер тоже долгий новостей много всем спасибо что смотрели в группе вконтакте все новости будут продублированы сейчас пойду это делать плюс монтировать видео всем спасибо кто смотрел удачи и до встречи в новом сезоне